здарова шамшурин поговорим про мужскую слабость я считаю что сейчас это целая эпидемия во всех ее проявлениях и очень многие мужчины этим больны и больно очень серьезно и есть некий стереотип что якобы женщины до отношений до брака имеют какую-то демо версию и после вступления в этот брак и эти отношения эта версия куда-то растворяется и женщины начинают угнетать мужчин я считаю что это возможно только в том случае если мужчина проявляет слабость если мужчина с попустительством относится к своим личным границам больше ни в каком случае это не возможно к чему может привести слабость непонимание что такое твои личные границы непонимание где они и как их отстаивать у меня излетят две истории одна из них про мою знакомую тетеньку а другая из них про моего клиента и так по поводу тетенек значит есть две женщины они сестры родные и они абсолютно разные одна из них такая боевая жесткая ей прям палец в рот не клади она его откусит такая прям пробивная а другая абсолютно мягкая и абсолютная противоположность своей родной сестре тот факт что как так получилось в одной и той же семье при одних и тех же родителях мы сейчас его обсуждать не будем это достаточно долгая тематика ключевое что дошло до того что вот этой вот мягкой нежной тетеньки уже взрослая дочь которая выросла непонятно кем вообще она дошла до того что она решила получить какую-то справку психиатрической больницы насчет своей матери чтобы потом в общем как-то завладеть ее жильем вот до такой крайности все докатилась другая история про одного из моих недавних клиентов по понятным причинам я имя называть не буду это персональный клиент который меня взял коучинг на несколько месяцев почему и он был в браке достаточно взрослый мужчина и взрослые сыновья там 20 лет и чуть поменьше и в общем он развелся бывшей женой уже на данный момент бывшей то взяла сыновей уехала в америку и в общем она как-то повлияла на своих детей таким образом и что теперь старший сын который он очень любит он просто не берет на него трубку просто не вызванивается этот мужчина очень сильно скучает он очень хочет с ним поговорить и ему очень обидно и неприятно ему хочется дозвониться до сына и спросить как бы что за херня почему так происходит чего вдруг он на что он обиделся почему не берет трубку но он долгое время не решался сейчас эта ситуация поменялась но до этого он долгое время не решался позвонить и спросить сын что за фигня почему ты так себя ведешь и это то до чего все может дойти в конечном итоге если вовремя не воспитывать детей если проявлять слабость в отношении их воспитания и дети вообще очень гибкие и понимающие существа да это же в некоторых моментах они даже намного более понимающие чем взрослые и один и тот же ребенок с кем-то будет вести себя капризничать хныкать требовать своего манипулировать и так далее а с кем-то другим возможно кем-то знакомым и родственникам родителей он будет вести себя очень даже кротко послушно тихо и спокойно и ребенок в этом совершенно не виноват вообще все вот эти дети в этом не виноваты потому что их надо воспитывать хотя бы ту часть если уж все-таки родители влияют но не на сто процентов ту часть которая от вас зависит нужно обязательно сделать но воспитывать мешает бывает людям что-то мешает вот это вот нарушение личных границ то есть когда ты боишься сказать что-то жесткое потому что думаешь вот вдруг меня не тебя не полюбит боишь сделать что-то лишнее вдруг это кого-то расстроит блин здесь кого-то жалко а здесь вот я не хочу чтобы про меня думали что я плохое себя проявляю жесткость так далее и тому подобное и вообще все люди не только дети устроены таким образом что если к сожалению такие люди если их не ставить на место вовремя то очень многие из них ввиду того что у них отсутствует социальный интеллект либо с ним какие-то проблемы они начинают просто офигевать в отношении тебя и как я уже сказал в начале с женщинами есть такой стереотип тоже у мужчин безответственных которые привыкли во всем винить кого-то или что-то вне извне что вот женщина включать к этому версию потом заполучив мужика начинает его угнетать и как я уже сказал что это происходит только потому что мужчина как и в случае с этими детьми с этими примерами на который я сейчас озвучил по каким-то причинам с попустительством относятся к неуважительному отношению к себе к нарушению своих личных границ и рамок и если ты с самого начала будешь демонстрировать женщине что с тобой нужно общаться уважительно что твои личные границы они просто незыблемы ни одной женщине никогда в жизни не придет в голову там как вы говорите отключить эту демо версию она всегда будет в этой версии находиться с вами всю жизнь я даже больше скажу что женщине биологически невыгодно вот эту вот версию отключать потому что ей хочется чтобы рядом был мужчина которого она уважает и к сожалению в большинстве случаев женщины видя вот этих вот пудельков которые там самого начала начинают вести себя как пудели на женщины разочаровываются мужчинах и думает господи но что опять не то вот они начинают тихо ненавидеть такого мужика только за то что мужчина сам позволяет женщине проявлять неуважение по отношению к нему и нарушать его личные границы и рамки и женщине жизненно необходимо чтобы мужчина доминировал чтобы она была подчиняемой и когда женщина видит что мужчина проявляет слабость постепенно то она начинает постепенно вытеснять его с вот этой доминирующей позиции не потому что она такая плохая потому что в паре всегда должен быть кто-то главный кто-то должен быть более ответственный более доминирующий так создана природой вся эта ситуация и женщина понимает что значит если мужчина она не видит в нем этого главенствующего главенствующего звено если мужчина слаб значит мне инстинктивно нужно будет занять главенствующую позицию женщина начинает его утеснять так это работает и например если я знаю что я общаюсь женщиной с самоуважением я главным то при малейшем каком-то посягательстве на мое самоуважение или на какие-то мои личные границы я сразу же моментально отреагирую достаточно жестким способом и когда люди говорят мужчины прости господи говорят что вот во всем имена вот и женщина они стали такие сики раз такие это просто их жалкая попытка хоть как-то оправдать свою слабость и отсутствие яиц слабость в том что они даже не могут поставить женщину на место который ведет по отношению к ним себя неуважить и с женщинами по сути все то же самое как и с другими любыми людьми как в любом другом коллективе на работе где-то в школе в садике не знаю институте в армии все прочее если не отстаивать свое сразу не ставить себя правильно то через какое-то время люди начинают просто охреневать по отношению к тебе все то же самое ничего другого здесь нет другой момент что мужчины сами из-за высокой значимости вот этой вот женщины позволяют им больше чем как какому-то другому человеку и да я согласен что в современном мире женщина все больше и больше ведут себя дерзко нагло как-то еще и спасибо им за это потому что это отличный тренажер для мужчины и поверь мне что каждая прямо в хлам оборзевшая женщина в данный момент времени с каким-то другим мужчиной может вести себя совершенно иначе она будет покладистая она будет тихо и она будет спокойно и не в первое время не в какую-то демо версию она будет такой всегда и когда я говорю что женщина это действительно тренажер самый лучший тренажер для того чтобы ты научился отстаивать свои границы это действительно так я в этом убежден потому что с женщиной ты можешь столкнуться с огромным количеством ситуаций где она будет тебя проверять а ты должен будешь научиться ставить ее на место когда ты научишься делать это с женщинами ты научишься делать это со всеми другими людьми Плюс ко всему, рано или поздно, что бы ты сейчас ни говорил, ни думал, ты придешь к необходимости того, чтобы у тебя была женщина, к необходимости создания семьи. Семья – это то место, где тебя в первую очередь должны уважать и ценить. Если там этого нет, это пиздец. Все. Ты абсолютно несчастливый человек. Семья – это то место, где тебя должны любить, ценить и уважать, а не пытаться отправить тебя в психушку из-за квартиры. И не игнорировать тебя только потому, что на тебя, видите, за что-то обиделись. И что даст тебе моя система и мои материалы в этом плане? Ты начинаешь чувствовать и видеть, где находятся твои границы. А не думать, что тебе просто показалось, да нет, она просто лишнего сказала, это не нарушение моей границы. Ты будешь четко осознавать, когда женщины нарушают твои личные границы. И второе – ты получишь алгоритм безотказного взаимодействия с женщинами с позиции самоуважения, с позиции сверху. И как раз сейчас у тебя есть отличная возможность в рамках моей новогодней распродажи купить все мои материалы, всю мою систему со скидкой более чем 60%. Она пройдет с 25 по 28 декабря. И для того, чтобы получить лучшие условия, 8 тренингов в подарок в качестве бонуса и подкаст о позиции сверху, с которого ты можешь начать прямо сейчас, кстати. Тебе необходимо зарегистрироваться в предварительный список и ждать, когда откроется окно продаж. А сейчас прямо после регистрации ты получишь доступ к подкасту, аудиоподкасту про позицию сверху. Это часть моих платных материалов, которые сейчас доступны для каждого, кто зарегистрируется в предварительный список. Итак, моя система – это то, что даст тебе ощущение позиции сверху, правильное позиционирование и позволит тебе жить так, чтобы никто никогда не нарушал твои личные границы. Увидимся. Ссылки под этим видео. Пока.